библейский портал экзегет.ру представляет приветствую вас дорогие братья и сестры на библейском портале экзегет и мы продолжаем читать книгу деяний у нас сегодня 24 глава и мысленным взором мы перемещаемся в те времена когда апостол павел оказался схвачен его значит пытались убить иудеи да но тысяча начальник лисий в иерусалиме смог его защитить да и для суда в начале там на синедрионе не смогли его судить и вот его переправляют в кесарию кесарию где располагался прокуратор то есть правитель назначенный римским императором который вот наблюдал за всей иудеи таковым был в тот момент на тот момент феликс и правитель велел чтобы обвинители павла явились тоже из иерусалима в кесарию читаем через пять дней пришел первый священник ананья со старейшинами и с некоторым риттером тертулом которые жаловались правителю на павла понятно что весь синедрион он не мог явиться и являются некие вот некоторые представители синедриона вот сказано что старейшины и самое главное что первосвященник ананья как главный обвинитель при этом они появляются не одни а приводит собой некоего сказано риттера тертула а почему так потому что здесь вот уже судебное разбирательство она будет идти перед римским административным лицом перед прокуратором феликсом и соответственно здесь нужны уже другие правила тут нужна высокая риторика умение правильно вот аргументировать свою позицию и для тает для этого они привлекают риттера риттеры в древнее время часто выполняли обязанности адвокатов обвинители то есть они выступали в публичных заседаниях и в судебных заседаниях и так читаем когда же он был призван то да значит и вот павел появляется на этом заседании то тертул начал обвинять его говоря всегда и везде со всякой благодарностью признаем мы что тебе достопочтенный феликс обязаны мы многим миром и твоему попечению благоустроением всего народа феликс он начинает с такой вот лести обращенный к правителю причем известно что как раз иудеи они не любили феликса и кстати сняли феликса во многом благодаря обвинением со стороны иудеев и тех живут представителей синедриона чуть погодя феликса снимут потому что иудеи на него постоянно жаловались но здесь нужно так сказать вот расположить правителя на свою сторону а чем его расположить как не лезтью ну так вот читали обвинители апостола павла причем они так как он говорит что мы вот обязаны миром и значит благоустроением всего народа иудейского народа а на самом деле именно при феликсе вот он уже несколько лет правил и при нем постоянные там были какие-то вот конфликты постоянно там кто-то с кем-то вот воевал сражался ограбление так далее и феликс в общем-то был не очень и справедливым правителем и не очень таким заботливым но самое главное его похвалить чтобы расположить к себе и так вот тертал вначале значит хвалит правителя а потом непосредственно но чтобы много не утруждать тебя прошу тебя выслушать нас кратко со свойственной тебе снисхождением найдя сего человека язвою общество возбудителем мятежа между иудеями живущими по вселенной и представителем назарейской ереси который отважился даже осквернить храм мы взяли его и хотели судить его по нашему закону вот здесь братья сестры сразу значит куча обвинений то есть сразу же вешаются ярлыки павла называет язвое общество то есть вот общество якобы страдает из-за апостола павла вот как какая-то болячка причиняет страдание всему телу также вот павел из-за него все беды и и более конкретно дальше то вот он возбудитель мятежа между иудеями а на самом деле это очень такое серьезное обвинение но вы представьте что где его обвинять перед прокуратором римским представителем римской власти и самый страшный это когда были мятежи кстати среди иудеев мятежи были постоянно кто-то ну чем-то был недоволен бунты там и целое движение вот это движение сикариев которые все время против и и римской власти движение зелотов и ну зелоты просто ревнители а сикарии это непосредственно те кто даже убивали ножами такими короткими поэтому сикария как бы связана с названием этих ножей и значит что и говорится что павел он является вот таким возбудителя меди же мятежа между иудеями то есть максимальные выдвигаются обвинения хотя это даже и в иерусалиме не было никак не документировано не доказано кроме того назван представителем назарейской ереси вот интересно что это так называли христианство со стороны называли кто иудеи называли называли синедрионе назарейской почему потому что самого иисуса христа называли назареем причем даже вот евангелист матфей да он ссылаясь на ветхозаветные пророчества как бы обобщая их говорит что иосиф обручник вот вместе с девой марии поселился в назарете после того как из египта вернулись да сбудется слова древних пророков что он назареем наречется причем что интересно что конкретного такого пророчества мы не найдем чтобы он что иисус на наречется назареем и обетов собственно назарейство конечно же спаситель не приносил но да и при этом он и не нес этих там же какие обеты не пить вина не стричь волос не прикасаться к мертвым а иисус христос он и к мертвым прикасался когда воскрешал да вот их прокаженным когда значит надо было исцелить и вино если нужно быть он вкушал спаситель то есть он не выполнял это но дело в том что вот само это слово по-еврейски назир да то есть посвященный оно еще означает и в том числе и как ветвь отрасль вот среди мессианских пророчеств там в том числе ко христу относились какие пророчества что произойдет ветвь и отрасль из корня иисеева да ветвь из корня иисеева и отрасль от древа его то есть указывается что а иисус он как вот из рода давидова и назир это в том числе указание и на отрасль ну это вот одно из таких объяснений во всяком случае вот это наименование назарейство она относилась как-то закрепилась и за самим иисусом что иисус назарей да и соответственно за христианами как представителями назарейского учения как последователи иисуса назарей то есть это вот такое пренебрежительное в данном случае наименование христиан представителями назарейской ереси кроме того еще более конкретное такое обвинение что якобы павел осквернил храм и вот значит они мы его взяли хотели судить его по нашему закону говорит тертул но тысячи начальник алиси придя с великим насилием взял его из рук наших и послал к тебе повелев и нам обвинителем его идти к тебе ты можешь сам разобрав узнать от него о всем о том в чем мы обвиняем его иудеи подтвердили сказав что это так то есть тут некий упрек также тысячи начальнику лисию что якобы он не позволил судить павла по законам синедриона что якобы это во многом только значит дело их религиозное так как речь об осквернении храма и вот такую вот такое слово произносит этот ритор терту а дальше уже павел апостол павел он тоже ведь был человеком достаточно образованным и философски образованным и риторически образованным поэтому он тоже выстраивает свою речь по принципам высокого такого-то риторического искусства ну послушаем павел же когда правитель дал ему знак говорить отвечал и тоже так как здесь же вот прокуратор то конечно нужно некую похвалу высказать но не настолько льстивы как терту иначе павел говорит зная что ты многие годы справедливо судишь народ сей я тем свободнее буду защищать мое дело то есть конечно павел то есть некую похвалу высказывает правителю феликсу ну а какой был бы результат если бы павел начал бы его обличать да что вот ты не справедливо судишь и при у тебя тут постоянно там и конфликты и мятежи и тогда бы сам павел был бы обречен и мы видим что апостол павел он поступает очень предусмотрительно и рассудительно высказывая ну вот некую такую симпатию да и уважительное отношение выказывая к правителю а дальше уже значит вот он конкретно ты можешь узнать что не более 12 дней тому как я пришел в иерусалим для поклонения то есть 12 дней это небольшой срок и все это можно очень быстро исследовать что именно павел делал в эти дни и не в святилище говорит он не в синагогах не по городу они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение и не могут доказать того в чем теперь обвиняют меня ну конечно ведь тысяча начальник лисий он уже производил некое судебное разбирательство непосредственно на месте и не нашел чего-либо преступного по законам римским а потом он и так как не строение возникли среди самих вот иудеев то он павла просто как римского гражданина переправляет в кисарию дело в чем это кисария это кираса кисария палестинская который нам известно это был главный центр как бы главное представительство римского государства римского государственного аппарата на территории иудеи и кисария находилась на берегу средиземного моря иерусалим это центр иудейские а кисарий это центр римского присутствия в иудеи и соответственно вот там производились более такие важные какие-то решения принимались и судебное разбирательство были да и вот павел говорит что конкретных то обвинений не было предъявлено но в том признаюсь тебе продолжает что по учению которые они называют ересью я действительно служу богу отцов моих веруя всему написанному в законе и пророках вот интересно то что апостол павел он какую мысль подчеркивать что понятно что христианство это вовсе не ереса это исполнение ветхозаветных пророчеств что вот по этому учению я действительно служу богу отцов моих отцы это кто подразумевается это имеется ввиду авраам исаак иаков да вот там и по и прочие отцы ветхозаветного народа и получается так что все таки вот есть единство ветхого иного завета и когда кто-то принимает христианство на нем исполняется обетование данный ветхозаветным отца то есть по христианскому учению говорит павел мы продолжаем служить богу отцов наших которые явлены были еще ветхом завете вот здесь какая мысль продолжает он имея надежду на бога что будет воскресение мертвых праведных и неправедных чего и сами они ожидают вот здесь апостол павел действительно вскрывает как бы самую суть потому что он говорит о воскресении и это воскресение наглядно явлены в лице иисуса христа который воскрес из мертвых и вот этот аргумент апостол павел употреблял конечно еще и там в иерусалиме в в синедрионе и тогда уже собрание разделилась потому что фарисеи признают воскресенье а саддукеи нет еще что тут интересно что апостол павел говорит что будет воскресение мертвых праведных и неправедных вот были такие лжеучения которые считали что бог не воскресит нечестивых людей что воскреснут только праведные для жизни вечные а нечестивые они не воскреснут и какой смысл их воскрешать если они жили нечестивым а все-таки воскресение будет всех всеобщее воскресение и праведных и неправедных но соответственно каждый понесет свою участь так вот как он провел свою жизнь в теле да вот если всю жизнь в теле ты посвятил греху да то этот грех и погубит тебя а если в теле своем ты посвящал себя богу а бог это и есть вечная жизнь то и воскресшее тело дано будет тебе для жизни вечной так и у павел продолжает посему и сам подвязай всегда иметь непорочную совесть пред богом и людьми вот этого павел тоже правильно но справедливо говорит ведь видно даже по его предшествующим речам насколько он искренне описывает свое обращение вот он пытается иудейский народ как в разумеете говорит что я же сам гнал христиан но мне явился христос и поэтому как я мог выступать уже против него и а дальше вот что интересно что он уточняет после многих лет я пришел чтобы доставить милостыню народу моему и приношения то есть апостол павел когда он посещал во время миссионерского путешествия малазийские общины и в греции он не только обращал в христианскую веру и не только утверждал церкви по городам поселениям но в том числе и для христиан и заудеев он собирал помощь вот милостыню народу моему конечно имеется ввиду помощь христианам из иудеев но они тоже причастны тому же самому народу и известно что в те времена церковь в иерусалиме она очень нуждалась но по целому ряду причин отчасти потому что в общем то иудейское общество но не принимала христиан как бы они вычеркивались из общества да а эти вот отказывались христиане от своего имения приносили вот в общую такую как бы казну до откуда распределялась и в какой-то момент оказалось что в общем то все эти средства которые как милостыни вот раздавались и вдовом и так далее не имущим и что средства для проживания уже не хватает и соответственно христиане уже из малазийских и греческих общин они стали поддерживать христиан из иудеи и так вот у павел говорит про то как он в иерусалиме появился при всем нашли меня очистившегося в храме не с народом и не с шумом то есть никакого мятежа не было шума никто не производил я не собирал никаких собраний вокруг себя бунтующих или просто собраний более того я проходил обряд очищения вот как раз вот поэтому назарейскому обычаю да мы читали об этом раньше это были вот акту имеется ввиду кто были те которые обвиняют обвиняли павла в иерусалиме это были некоторые осийские иудеи которым надлежало бы предстать при тебя то есть феликсом и пред феликсом правителем и обвинять меня если что имеют против меня но эти осийские иудеи которые подняли шум они ведь не явились сами и они никаких в разумительных обвинений не предложили или пусть сие самые то есть вот представители синедриона скажут какую нашли они во мне неправду когда я стоял перед синедрионом разве только то одно слово которое громко произнес я стоя между ними что за учение о воскресении мертвых я ныне судим вами ведь синедрион не постановил ничего в отношении апостола павла и никаких обвинительных приговоров тоже не было вынесено выслушав это феликс отсрочил дело их сказав рассмотрю ваше дело когда придет тысяча начальник лисий и я обстоятельно узнаю об этом учении а павла приказал сотнику стеречь но не стеснять его и не запрещать никому из его близких служить ему или приходить к нему то есть феликс он в каком-то смысле как бы отстраняется что ли отдела он не хочет ссориться с иудеями которые постоянно жалуются и вообще народ такой мятежный бунтовщики да и он ссылается на то что ну вот пусть вот как тысяча начальник вот этот лисий который в иерусалиме непосредственно этим делом занимался он придет и скажет на кстати потом об этом лисе уже ни слова то есть пришел он или не пришел уже собственно феликса это не интересовало ему главное было сейчас закрыть заседание но при этом что мы видим что а павла он никак не наказывает он его сажает своего рода под домашний арест и ни в чем павел не стеснен есть могут приходить его близкие родные навещать приносить какие-то продукты пропитания и вот да соответственно павел может общаться с христианами продолжать свое общение а дальше вот интересно через несколько дней феликс придя с друзилу женою своей иудеянку призвал павла и слушая его о вере во христа иисуса то есть феликс понял что павел все-таки необычный такой человек что есть о чем его его с ним поговорить послушать его тут просто надо понять что в то время не телевизоров там не интернетов никакой мобильной связи не газет ничего такого не было и искали жить что можно интересно узнать услышать а павел действительно был человеком очень интересным и очень образованным и вот феликс решил его слушать чтобы вот ну хоть что тут ради интереса подчеркнуть почерпнуть от него и пришел вместе со своей женой друзилы сказано иудеянкой но это все действительно так и не просто на иудеянка она была дочерью царя а гриппы иудейского царя гриппы того самого царя который павелев казнил апостола иакова зеведеева брата апостола иоанна богослова и при котором было уже гонение на христиан а потом этот царь а гриппа 1 а гриппа он был наказан богом изъеден червями и умер вот мы все это читали и объясняли из книги деяний и потом вот его сын как известно как а гриппа 2 он получил власть ну там много было тоже всяких соправителей и вот упоминается друзила вот это друзила до дочь почившего царя гриппа 1 у нее не все было чисто вот в этом смысле в смысле супружества а дело в том что феликс для него это был второй брак первая жена его кстати первую жену тоже звали друзилой он с ней развелся когда увидел вот этого друзила дочь царя а гриппы и феликс был старше этой друзилы чуть ли там не на 30 лет ну где-то вот на 28 лет а она сама была замужем за азизом царем города эмессы ну сирийские территории город эмесса такое небольшое там царство и в общем уже брат друзилы ставший царем для закрепления династических вот связи с тем царем он замуж свою сестру выдает за того царя и вот как-то феликс правитель он увидел во дворце вот этого а гриппы 2 сестру его друзилу и настолько она ему понравилась она была очень красиво что решил как-то ею завладеть и древние источники они так описывают что феликс нашел некоего симона который выдавал себя за мага с острова кипр он был приехал и вот он попросил его чтобы тот как-то устроил вот это дело и симон вот этот маг ну который выдавал себя за мага вот мы не будем его путать с другим с первым симоном магом который упоминался в книге в книге деяний и он в иудее в то время находился этот вот этот вот симон он каким-то образом получил доступ ну он имел доступ к царскому дворцу и он смог расположить друзилу к феликсу и как описывается в древних источниках исторических что друзила оказалась настолько вот скверность и по характеру нечистый в своих намерениях что она вот ради своего так сказать вот ну то статуса социального решила бросить вот того царя из незначительного города и мес и лучше вот выйти замуж за вот этого феликса который намного был ее старше потому что это уже вот римское влияние а римская власть она над всей империей да и вот такой у них был не очень хороший в общем-то союз да и они пришли слушать и и вот павел говорил им так сказать вот то что изобличило их совесть и тут мы буквально читаем что и как он то есть павел говорил о правде о воздержании и о будущем суде то есть воздержание то чего не хватало феликсу и друзили да еще и будущий суд когда за все отвечать надо будет то феликс пришел страх и отвечал теперь пойди а когда найду время позову тебя то есть феликс во многом конечно смутился совесть его попрекала за то что вот он в сам впадал в такие грехи невоздержания и павел получается говорил правду и что грядет суд что придется отвечать за все что совершаешь в этой жизни это вот конечно феликса ну стесняла внутренне поэтому он так вот отослал павла но при этом читаю пред при том же надеялся он что павел даст ему денег чтобы отпустил его посему часто призывал его и беседовал с ним и наверное задавал вопрос ну как то тебя там жизнь как дела там но приходят к тебе твои друзья ну наверное приносит тебе какие-то приношения поддерживать тебя материально может быть вот они в общем-то состоятельные а может быть ты хочешь выйти вот из этим нет но самое интересное что павел то он прекрасно понимал все это а потом ведь павел видите он еще тогда в речи своей проговорился что он пришел доставить милостыню народу своему раз пришел с милостыни значит есть средства собранные у греков у малазийских христиан но павел считал что вот это вот эти средства они не при на не предназначались для прокуратора вот этого феликса они предназначали для христиан живущих в иерусалиме вообще в иудеи и они были розданы им но надо было конечно павел через знакомых смог бы раздобыть средства но павел считал что вот есть некий промысл божий который ведет его ведь господь сам являлся и говорил что тебе вот и временно надо будет пропосвидетельствовать о мне поэтому денег он прокуратору не предложил и взятки ему никакой не дал и дальше читаем но по прошествии двух лет на место феликса поступил порций фест желая доставить удовольствие иудеем феликс оставил павла в узах то есть феликс все-таки располагался больше не в сторону павла но больше в сторону денег он располагался понятно но чтобы как-то вот дальше устроить свою получше свою судьбу он решил значит оставить его лучше в узах пусть следующий там разбирается чтобы еще новые обвинения какие-то не слали иудеи и действительно ведь феликс допускал несправедливые там всякие решения на него были обвинения и уже время ему в общем-то удалось оправдаться брат за него заступился и он не пострадал феликс а вот жили они значит с друзей и потом получилось так что прошло вот много лет и когда было извержение везувия в помпея это 79 год да то как раз вот там находилась друзила со своим сыном который родился у нее от феликса и во время извержения вулкана они погибли вот так это совершилось она еще не была такой вот старый на тот момент да кстати исследователи говорят что когда павел апостол беседовал с ними ей друзей ли было 22 года где-то а там вот ну ну сколько тут лет прошло там да но в общем она не была еще старый когда погибла под этой вот лавы после этого кстати феликс еще раз женился но вот у каждого по-своему конечно страсти есть у всех дай господь нам преодолевать свои собственные страсти вот ну а у апостола павла ситуация такая что он остается в узах и приезжает новый прокуратор а господь конечно устраивает жизнь своего служителя апостола павла вот по своему промыслу потому что путь его дальше будет продолжаться и приведет его в конечном итоге в рим на этом мы завершаем чтение 24 главы и следующий раз с божьей помощью продолжим читать книгу деяний всего доброго храни всех господь а